Здравствуйте, дорогие друзья! Вот снова Театр поэтов в ваших телевизорах. Меня зовут Владимир Антипенко. И у меня в гостях поэт Яна Богданова. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Мы сперва мучаем поэтов, заставляем их стихи читать. Пожалуйста. Прощаюсь с закатом, Взламывая грусти ресницы. Атомный реактор сердца кричит. Ты, птица. Путаюсь в резиновых рельсах прошлого, Неспособная идти обратно, Даже споткнувшись, Грубоскульптурной нежности вата Запуталась на лице, снегом свернувшись, Медленно отпуская из рук синюю птицу, Настоящего, будущего и несбывшегося. Ноги сами идут по гремучей планете, Как будто снова хотят, родившись, разбиться. Вам ли склонять лица перед иконами, Вспоминая изуродованного Бога солнца и грусти? Вам ли понять, как в груди рвутся спицы, Колеса ломаются, поперхнувшись стоном? Не склоняя колени, даже перед вождем дождем, Опуская ресницы века, Иду дальше по клеткам. Малолетки слез вздыхают безудержно нежно. Я не способна с ними проститься. Дорогие друзья, Вот я поперхнулся водой немножко, Ждал тут, пока Яна дочитает стихотворение. Сложно для понимания. Я тут чуть ли не кверх ногами переворачивался, Просто не было видно. Хорошо, Ян, давай вот вкратце, Тебя, может быть, не все знают, Кто ты, что ты, где училась, Кому пригодилась. Каждый раз чувствую себя, как на экзамене, Потому что на каждом эфире знаю доделать даже. Просто надо коротенько рассказать. Ну, коротенько. Режиссура, что там у тебя? Ну, да, я закончила факультет режиссуры драмы, Училась в университете культуры и искусств. На самом деле, театральная моя жизнь сложилась, Не сложилась. С одной стороны, с другой стороны, сложилась. То есть, какое-то время я работала Как приглашенная актриса. Сейчас, на данный момент, Моя театральная жизнь, Она сосредоточилась на драматургии. То есть, я сотрудничаю с режиссерами по России, Даже иногда за границей. Пьесы пишешь? Да, я пишу пьесы, они что-то ставят. Приятно, что ставят большинство пьес подростками, То есть, с подрастающим поколением, Но со старшими классами. И это очень льстит моему самолюбию. Сколько уже театров поставила твоя пьеса? И какую пьесу? На самом деле, одна из самых популярных – Это «Однокамерная клетка». Там всего, во-первых, два героя и две женщины. То есть, мать и девочка. И там такая социальная проблематика. Оказалось, что в нынешней жизни Проблемы отцов и детей, они очень-очень актуальны. Вот. И сколько раз? Ну, раз, наверное, 15 уже поставили. Это по стране? По России, да. И один раз в Эстонии. Урма Слаада такой режиссер. Ну, еще надо добавить, что в свое время Яна Богданова Была активным участником театра поэтов «Послушайте». И даже в свое время стала драма-лауреатом Всероссийской поэтической премии «Послушайте» имени Велимира Хлебникова, который основал театр поэтов «Послушайте». Президентом которой является поэт Владимира Антибинга. Все это можно обнаружить в интернете. Можно и театр поэтов, и Яна Богданова поискать. Да, меня вообще можно очень легко найти. В ВКонтакте, да, в основном. Не только ВКонтакте, можно просто по поиску в Яндекс.Гугл. Там вылетит куча ссылок, по которым можно поинтересоваться моим творчеством. Ну, а теперь хотим услышать твое творчество. Пока без Гугла. Мы живем пока. Хорошо. Я молчу, жду твоего дара. Он так мягок в смертельном виске. Он так робок в предвестии удара. Я молчу, а ты нежно дышишь. Тени, вывески безразличия, обувь стуком и по асфальту. Руки мимо, все время мимо бьются ветреные окончания. Робко пепел, скребет осколки. Я молчу, обреченно ранимый, горько сахарный, непобедимый. Так предательски позабытый. Оловянный солдатик счастья. Спасибо. Яна Богданова, ваше общественное телевидение. И сейчас, насколько я понял, ты как это увлеклась знакомством с художниками. Есть такое, да. Есть такой эпизод. Больше что-нибудь раскрывать на эту тему. Ну, почему-то я так и думала, что ты задашь этот вопрос. Я же служу за тобой. Большой брат все видит. Ну, это понятно. На самом деле так случилось, что три года назад мы познакомились с замечательным человеком, художником Владиславом Сухоруковым. Это достаточно известный художник, который относится к периоду ленинградского андеграунда. В прямом смысле этого слова, потому что разница в возрасте между мной и Славой достаточно большая. Ровно 33 года. Но при этом у нас очень хорошее взаимопонимание, потому что, мне кажется, что главное не разница в возрасте, а главное, чтобы ты был одного караса с человеком. Слушай, художники, они долгожители все, до 100 лет живут. Ну, это да. Так что тут разница 30 туда, 30 сюда, это неважно абсолютно. Ну, на самом деле, если говорить про влияние в моей жизни на меня художника одного и художников, то, конечно, оно есть, потому что немножко по-другому начинаешь смотреть на жизнь и на мир более, более, что ли, более образно. Более образно не только в плане слов, а более образно и в плане картинок. Более философски начинаешь смотреть на этот мир. Потому что, если раньше меня какие-то вещи, они раздражали, будоражили, ну, не в хорошем потоке, то сейчас очень многие вещи, я их просто не замечаю. — Давай тогда сейчас услышим еще одно твое стихотворение, а потом уже будем поэзии чуть-чуть беседовать. — Беседовать, да? — О поэзии. — То есть пока не надо ничего раскрывать, никаких скобок о поэзии. — Говори, рассказывай. — Просто я сразу... — Надо все. — Да, я сразу хотела сказать, потому что у зрителей могут возникнуть много непонятностей в связи с такими сложными стихами. И каждый раз, когда мне что-то задают, какие-то вопросы, я говорю, что я не пишу стихи, я пишу образные тексты. Потому что для меня поэзия, она... это не только рифма и не только даже музыка. Для меня, скорее, важно передать ощущение, эмоцию, образ и ритм этого ощущения. То есть это своеобразный... — Картинки, ассоциативные. — Ассоциативные картинки. — Которые нанизаны на какую-то эмоцию или некую мысль философскую или любую. И, кстати, был такой случай, вот мы были на даче у Ирины Ковшиной. — Да-да-да. — Вот. И там пришли вот какие-то просто люди, обычные люди пришли. И Яна вдруг прочитала один из своих сложных текстов. Я так взялся за голову, думаю, сейчас нам же хотя сказали, «Ну-ка, докажите, что вы поэт, ну, как обычно». Вот. И вдруг ее прямо там чуть ли не на руках носили. Вот. Так что, ну, давай. Твоим ладоням дрожь дана, лишь для того, чтобы сомкнуть их с эхом. Я вижу путь, но я не вижу дна. Мне хочется вперед и головой, и телом. И плотью извергаясь и свиваясь, отдавшись судорогам дня и ночи. Я так стараюсь не достигнуть дна, что все вокруг пророчит. Против. Неверный дождь стучит в мои ладони. Последний крик рвет тело и обойму. Я опрокидываю влагу на лицо и выхожу ногой на пьедестал. И очень тихо, даже не стараясь быть громкой, очень не стараясь, я вся в тебе. И очень понимаю, и я молчу о вечном. Так молчу, что эльфы разрываются в полете. Ночные нимфы убивают старость, так слезы бьются, а бетон покорно. И смерть не ждет. Двуликая должница. Спасибо. Очень пронзительно. Правда, даже так кровь стыла в жилах. Знаешь, обещали мы про поэзию, а я немножко все-таки хочу к твоей биографической и творческой сейчас составляющей, как сценариста. Ну, не сценариста, а драматурга, потому что сценаристы все-таки другое немножко. И коснуться вот чего. Поэт Святослав Короин спрашивал у меня, Вова, я написал пьесу, где ее можно протолкнуть, пропихнуть? Как этот процесс происходит? Я говорю, спроси у Яны Богдановой. Не спрашивал он тебя. Ты знаешь, он мне позвонил по скайпу. Яна, есть срочный вопрос. С такими восклицательными знаками. Но, зная Святослава, я не стала ему перезванивать. Ну, если такой вопрос важный, то я ему перезвоню теперь. Нет, нет, так он посмотрит передачу. И скажи, как это, вот, продвижение своих пьес? Ну, на самом деле, с чего я начинала? Я начинала с того, что меня никто не знал. Никто не знал, как Ирина Богданова, зачем она пишет, про что она пишет. И я начала с конкурсов. То есть, в том же самом интернете можно найти очень большое количество драматургических конкурсов. Один из самых известных, это конкурс «Дебют», он так и называется, где акцент сделан именно на молодых драматургов. А искать конкурсы драматические искусства? Ну, драматические конкурсы, да. Конкурсы драматургов, да. Там, на самом деле, выскочит. Можно по-разному набирать запросы. То есть, по крайней мере, поучаствовав в конкурсах, тебе уже скажут, стоит вообще писать, насколько это интересно, неинтересно. И советую, наверное, Святославу, если он будет участвовать, просить, ну, хоть какую-то рецензию от тех, кто читает его пьесы. Просто рецензию. Хорошо. Конкурсы прошли дальше. Дальше я, например, ну, искала театральные сайты. То есть, университетов всяких различных, театральных. И предлагала уже сама им пьесу. И предлагала уже напрямую, да. Плюс у меня так сложилось, что я участник домика драматургов в доме актера, который на Невском. И там у нас целая плеяда замечательных драматургов, которые проводят периодически читки, в которых можно поучаствовать. И, собственно говоря, эти читки проводятся не только от дома актера, эти читки проводятся сейчас различными молодыми театрами. То есть, искать также об этом информацию, об этих читках, обязательно в них участвовать. То есть, это, ну, либо ты сам автор читает свою пьесу, либо же актеры садятся на стульчики и исполняют паролям пьесу, и зрители просто ее слушают. Хорошо. Пьесу, конкурс выиграла, пьесу приняли в театр. Там интерес коровина понятен, Святослава. Он денежку, наверное, хочет. А, денежки, нет, денежки это... Как это с этим? Ай, вон. Нет, просто интересно. Там есть что-нибудь предлагают или как? Это шавторские права там? Авторские права, ну, это все замечательно. завторские права ты сам... Ты даришь свои пьесы пока. Завторские, сейчас я договорю, завторские права, на самом деле, у нас в России, ты сам должен еще заплатить, чтобы тебе их зарегистрировали. Ну, это понятно. Вот. Я не то, чтобы дарю, но, понимаешь, в чем дело, так получилось, что моя аудитория сейчас, она подростковая получается, что ставят с подростками, но не буду же я со студии и с учителей брать деньги за свою пьесу. Очень много раз предлагали написать пьесы на заказ. И, собственно говоря, эти пьесы на заказ я писала, но их то на конкурс не успевала там написать по времени, то есть задерживала там на неделю, на две, а там вот горела, то еще что-то складывалось не так. И в итоге эти пьесы, они существуют, они, по-моему, замечательные, но денег я за них не получала. А вообще хоть раз в жизни получала деньги за сценарист, драматурку? Ты знаешь, нет. Было очень много предложений написать именно сценарии на заданную тему. Ну, ты как режиссер получала за то деньги? Не раз. Ну, как режиссер, да, получала. По-разному. Да, в разных вариантах. Хорошо, давай стихи твои. Потом дальше. Вступительные рекламные титры, розовый шкаф на четвереньках, пот во рту и немного кофе и стук глаз, выскакивающих из сердца. Я иду по немому асфальту. Между нами церкви и хаты, разорванные гранаты пальцев и поцелуй такой. Дикий и ошпаренный. Вот такой тидик. Дорогие зрители, Яна Богданова, поэт, что там, автор текста, поэт Яна Богданова. Ну, как дальше, что там было у тебя, все? А, ну, если вот про пьесы продолжать. Вот, поэтому получается так, что никаких денег я на пьес не заработала и, в принципе, наверное, я в дальнейшем и не питаю никаких иллюзий. Другой вопрос в том, что вот сейчас мы общаемся с таким искусствоведом с Украины, Евгения Сауленко. И он очень заинтересовался моими пьесами и стал писать даже на них рецензии. И вот если говорить о продвижении в дальнейшем, то, наверное, когда уже искусствоведы, причем он достаточно старше меня, то есть ближе к поколению как раз славы, моего мужа. И вот когда начинают о тебе уже писать, именно искусствоведы, интересоваться, то, наверное, это первый путь к тому, что, может быть, через 10 лет тебе и заплатят за постановку. Все равно же приятно, что даже вот сейчас где-то вот играют твою пьесу. Да, конечно, Вова, конечно. Я тебе даже больше могу сказать, что я считаю, что в какой-то мере, как драматург, я уже в какой-то доле маленькой, но состоялась именно просто потому, что меня ставят. И в том возрасте, в котором, в этом замечательном юном возрасте, в котором я сейчас нахожусь, не каждый мечтал, не может вообще мечтать о том, чтобы, ну, хотя бы раз его поставили, пускай бесплатно. Другой вопрос в том, что вот выход на большие театры академические, он очень проблематичен, потому что академические театры, это, ну, как это я знаю, то есть по своему опыту, это либо обязательные знакомства, либо умение втереться в ту тусовку и там постоянно крутиться. А сама пьеса, ее качество не играет? Ты знаешь, к сожалению, сейчас практически нет. Это очень-очень большая редкость. То есть есть много хороших пьес? В принципе, да. Хотя кто-то, я что-то слышал, жаловались режиссеры там о театрах, что мало современных пьес. Да, они постоянно жалуются, но при этом не обращают внимания на современную драматургию. Они, понимаешь, сами не видят. Во-первых, они ее не видят, во-вторых, они ленивые. Потому что сколько раз не пыталась я вот сунуть, понимаешь, в руки молодому режиссеру эту пьесу. Он говорил, да-да-да, взял, вычитали, она у меня лежит на столе. Понимаешь? Проходит год, проходит два, но бывают исключения, когда через три года мне звонят, говорят, я она, я ее прочитал, я хочу поставить. И то чаще все, говорят, давайте мы вот здесь вот это уберем, вот тут допишем. Не, ну это нормально. Ну это нормально, да, это уже совершенно нормальная история. Да, давай стихи. Да. Яна Богданова. Прочитаю тогда стихи, посвященные Петербургу. В этом городе призраков дождь не впопад пулеметом, и мечты, как ручьи, и оковами скована ночь. Мостовые промокли от пламенных слез без отсчета, и никто им не сможет помочь. В этом городе призраков вечная слякоть болота. Все идут, промокая судьбу под северным ветром, где-то стукнула дверь, и упав, обессилев от муки, протянулись в глаза чьи-то теплые руки. В этом городе призраков плачут, стесняясь в постели. Фонари опускают на дно грозных сфинксов. Не дано полюбить эту серую память на теле, но она неизменно кричит, воскресая, нетленно. Спасибо. Яна Богданова, ваше общественное телевидение. Программа авторская. Владимир Антипенко. Театр поэтов. Вот. Ну вот про это стихотворение. Тут были мы у одной знакомой, не буду называть ее фамилию, и она нам прочитала стихотворение какого-то своего знакомого как раз про Петербург. И там, знаешь, там были такие розовые бабочки, кузнечики прыгали, какие-то буддистские ассоциации. Мы как раз вот обсуждали тему того, что Петербург, он никогда не был и не будет таким сладким и красивым, как это вот было написано в том стихотворении. Вот. Именно поэтому вот захотелось прочитать это стихотворение и объяснить даже, почему так вот мрачно все. Я вчера, кстати, переписывала все свои стихи и думала о том, что как-то у меня все вот мрачно, понимаешь, как-то все философски напыщено. Знакомое чувство. Я тоже сейчас перерабатываю. Я думаю, Яна, ну что ж ты вот, ну что-нибудь веселое, простое. Все мрачняк. Все мрачняк. Вот. Просто если раньше, вот даже я смотрела и ранние стихи, просто если раньше он был более взрывным и более смелым, то сейчас он стал более спокойным и более отточенным. Давай еще что-нибудь. Хорошо. Заточено. Бабочка, девочка, крыльями изгибалась в танец бездомный бурлеском седой луны. Ноги поклону в молитвенный снег склоняла бабочка, девочка, крылья твои слепы. Время, безжалостно вынув из ножен секиру, направила свой устрашающий взгляд к потоку ладонями, двигая вверх, как пирога к закату, сквозь сито секунды скорби своей вычищала мысли нависли бутонами, вещами-кронами. Голос потух, захрипев от отчаяния дикого. Где же возлюбленный твой и единственный бабочка, девочка? Где ты его потеряла? В танце неистовом пламя игриво-цветистое стрелки запутались, спутались, выцвели, замерли. Вот он, вот он! Вечный толчок умирания к началу. Бабочка, девочка в коконе сицевом билась вновь возрожденная, смертью крещённая, упав на колени и встав на ступени, бабочка, девочка в зеркале крылья подняла и расправила обнажённым началом. Спасибо. Яна Богданова. Ян, ты знаешь, что Театр поэтов послушайте? Сейчас делает такой проект, называется HD поэзия. Слышала? Нет, не слышала. Ты не можешь выйти, я посылал тебе, спамил там тебя. Происходит это в Арт-салоне Невске 24, там в формате, получасовом формате, то есть каждый автор, имеется в виду, кто с Театром поэтов уже давно или кто-то, кто очень талантливый, один полчаса как бы делится своим творчеством, как бы рассказывает некий такой отчёт по жизни полчасовой. То есть это как встреча с автором, получается? Ну да, только вот. И там очень хорошая у нас съёмка идёт, вот Володя Тихомиров снимает и как бы с такой штукой специальной, очень красивой, и как раз в HD формате. Ты бы не хотела принять участие? Честно говорю, хотела. Давай, я тебя приглашаю, дорогие друзья, это будет 22 мая и 29 мая, это среды, вход свободный, и в режиме фестиваля будет идти с 5 вечера, с 5 до 11 почти. И там будет по 6 где-то, по 6 авторов по получасовке. Ну мы с тобой договоримся, когда ты будешь, и ты можешь всё в интернете найти. Хорошо, можешь пару слов сказать, что ещё, если не успела сказать, о себе сама? Ну, о себе? А, вот я не договорила про мрачность поэзии как раз. Вот как раз и хотела сказать, что несмотря на то, что поэзия мрачная, я сейчас понимаю, что взгляд на жизнь у меня очень позитивный. Вот. И вот такой антагонизм, что ли, между тем, что внутри, то, что изнутри выливается на белый лист бумаги, и то, что действительно, вот ощущение вот это радостное от жизни, оно несколько непонятно, но я надеюсь, что может быть в дальнейшем откроется какой-то новый период в творчестве, и... А! И будет что-то более светлое. И вот хотела сказать, что я сейчас записываю детский роман, который я пишу уже, по-моему, три или четыре года, именно детский. Называется. Детский для детей? Для детей. Ну, для детей. Или детский по, как бы, вот знаешь, как это... Ну, я бы... Детское село, город Кушкин, я бы... Ну, нет. Я бы сказала, что, наверное, от подростков и выше. И выше, без лимита, без ограничений. Ясно. Как называться? Называться будет «Заветное желание». То есть уже четкое название? Да, четкое название, «Заветное желание», но там вся идея, она, собственно говоря, я не хочу просто рассказывать, вся идея, она и построена именно на этом названии. А ты ее будешь... Слушай, время-то закончилось. Будешь в интернете ее выкладывать потом когда-нибудь? Ты знаешь, скорее всего, да. Но кусочки какие-то выложу обязательно. Хорошо. Дорогие друзья, вот поэт Яна Богданова сегодня была, поэт, сценарист, режиссер, ой, с художниками она общается. Все, всех благ, до свидания, Яна. До свидания, до свидания. Пока всем. Как-то быстро прошло время. Да, все. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова